всем привет продолжаю читать книгу игровой движок вольфенштейн 3d black book вольфенштейн 3d автор фабиэн санглард поддержать канал и тем самым поддержать выпуск подобных роликов и не только вы можете следующим образом первое лайкнуть видео и репостнуть его второе подписаться и выполнить пункт 1 ну и третий пункт стать спонсором канала и пункты 1 и 2 не обязательно все эти пункты помогают мне быть замотивированным и быть заинтересованным искать новые интересные темы и делиться ими с вами спасибо итак продолжим сегодня поговорим о видео компьютеры в то время были подключены к crt монитором или если на наш инском это lt экраны экран на основе электронно-лучевой трубки эти мониторы были большие тяжелые с маленькой диагональю с изогнутой поверхностью большинство из них имели диагональ 14 дюймов и соотношение сторон 4 к 3 смотрите на экран в качестве иллюстрации на экране вы видите слева монитор на основе lt из 1992 года с максимальным разрешением экрана 640 на 800 пикселей имеющий 14 дюймов диагональ а справа 30 дюймовый 30 дюймовый монитор apple cinema 2014 года с разрешением 2560 на 1600 несмотря на разницу возможностях оба монитора имеют одинаковую массу 12 килограмм насколько большими тяжелым мог быть lt монитор интервью 28 ажи 96 от интеграф имел диагональ 28 дюймов и позволял показывать картинку с разрешением 1920 на 1080 в то время когда большинство мониторов имели разрешение 640 на 480 так вот его масса была аж целых 45 килограмм для сравнения современный dell lcd 27 дюймов имеет массу 7 и 8 килограмм смотрите на экран вы видите джона кармака как 1996 году он работает на этом интервью 28 hd 96 мониторе во время программирования quake 2 используя visual studio c++ 1997 году такой монитор стоил не меньше десяти тысяч долларов главная проблема этой всей системы заключалась в том что электронно-лучевые мониторы были аналоговыми системами а компьютеры цифровыми между ними требовались требовался некий интерфейс и он представлял собой серию чипсетов которые назывались адаптерами и так небольшая история видеоадаптера мда монохромный видеоадаптер был представлен обществу в 1981 году вместе с компьютером ibm pc 5150 и этого красавца вы видите сейчас на своем точно на не llt экране этот режим имел два цвета для отображения текста имел 80 столбцов и 25 строк текста хотя этот режим как-то не очень но он был стандартным для каждого компьютера многие другие системы следовали ему на протяжении многих лет каждая из них сохранила обратную совместимость смотрите на экран вы видите небольшую таблицу истории выпуска видеоадаптера мда год выпуска 1981 cж а год выпуска 1981 ега год выпуска 1985 и в г а год выпуска 1987 каждый выпуск нового адаптера добавлял новые возможности и к 1991 году преобладающей графической системой стала в г а все видеокарты установленные на персональный компьютер должны были соответствовать стандарту установленному ibm универсальность этой системы была обоюдоострым мечом хотя разработчикам приходилось программировать только для одной графической системы от ее недостатков никуда не деться итак смотрим на экран вверху это вга карта trident 8800 с 8 битной разрядной шиной и с а 8 чипов слева от карты образуют в в р а м в в р а м это оперативная память для временного хранения изображения кстати этот trident t вга 8800 b r на самом деле более чем просто вга так как его 8 чипов могли хранить по 64 килобайта каждый что составляет в общей сложности 512 килобайт видеопамяти карты с более чем 256 килобайтами памяти назывались супер вга но это совсем другая история а внизу у нас карта даймонд стелс с 16 битной разъем и с а тогда еще не было рынка графических процессоров поскольку все видеокарты должны были быть вга совместимыми с 256 килобайтами оперативной памяти и многие просто покупали самую дешевую из доступных однако обратите внимание что некоторые карты имели 8 битный разъем шины и с а например trident а некоторые 16 битный разъем и с а например даймонд что делало их почти вдвое быстрее идем дальше немного о вга архитектуре в целом вга режим можно разделить на три системы состоящие из ввода хранения и вывода первый графический контроллер и контроллер последовательности секьюнс контроллер управляющий доступом к памяти вга второе буфер кадров видеопамяти который состоит из 4 банков памяти по 64 килобайта а ни одного банк банк ни одной банки емкостью 256 килобайт третья система контроллер элт и аналога цифровой преобразователь дак занимается тем что преобразовывают буфер кадров с индексированной палитрой в р дж б а затем в аналоговый сигнал смотрим на картинку самой интересной частью архитектуры очевидно является буфер кадров почему четыре небольших фрагментированных банка вместо одного большого отчасти это объясняется обратной совместимостью ега предшественник вга имел только 64 килобайта оперативной памяти было очень легко разработать обратно совместимую систему которая использовала бы только один банк 64 килобайт более существенной причиной была задержка оперативной памяти и необходимость минимальной пропускной способности электронный лучевой экран работающий на частоте 60 герц и отображающий 640 на 480 16 цветах должна обработать каждый пиксель за 54 наносекунды при таком разрешении один пиксель кодируется четырьмя битами каждый полубит переводится аналога цифровым преобразователем дак в цвет 666 rgb это кодирование делит пропускную способность на четыре с половиной но все равно требует 108 наносекунд на 1 байт к сожалению задержка доступа к оперативной памяти составляла 200 наносекунд а это недостаточно быстро чтобы обновить экран при 60 герцах так что аналогу цифровой преобразователь дак будет простаивать если задержка не может быть уменьшена пропускная способность все еще может быть улучшена путем чтения из четырех банков одновременно чтение параллельно уменьшает задержку оперативной памяти до 50 наносекунд против 200 наносекунд и такое чтение оказалось достаточно быстрое имейте ввиду что эта архитектура уменьшала штраф за операции чтения но отображение пикселя в буфере кадров с операцией записи по-прежнему было медленным запись в видео память с наименьшей скоростью была важна для поддержания достойной частоты кадров четыре банка памяти обеспечивают достаточную пропускную способность для достижения высоких разрешений при частоте 60 70 герц но цена этого сложность программирования ен то признают даже лучшие программисты того времени в своей книге график программин black book майкл абраш написал так скажу сразу вам следующее чтобы вы понимали программировать вга иногда достаточно трудно если вы хотите добиться высокой производительности первая проблема с вга в том что он не интуитивен вга не имеет линейного буфера кадров и выяснить какой байт соответствует какому пикселю на экране довольно сложно смотрите на экран этот тип архитектуры называется планарным в режиме 13h каждый пиксель представляется одним байтом чтобы нарисовать 4 пикселя один за другим на одной линии на экране нужно каждый байт записать в каждый банк памяти то есть для того чтобы отобразить эти четыре подряд идущих пикселя нужно задействовать 4 банка памяти каждый из этих банков сопоставляется с одним и тем же адресом памяти у м а у м а это сокращение uniform memory access что на наш инском означает однородный доступ к памяти чтобы настроить это все для работы нужно было установить или настроить 50 плохо задокументированных внутренних регистров совсем небольшое количество программистов погружалась во внутреннее устройство вга смотрим на экран рисунок слева который вы уже видели и который описывает архитектуру вга на самом деле был обманчиво упрощен на рисунке справа показано как документация от ibm объясняет вга лабиринт проводов хорошо демонстрирует реальную сложность систем чтобы компенсировать сложность ibm предоставила процедуру инициализации всех регистров с помощью одного вызова bios можно выбрать один из 15 доступных режимов с соответствующим разрешением разрешением количеством цветов и расположением памяти смотрим дальше на экран тут вы видите все режимы вга программисты выбирали режим вга по идентификатору этого режима часто можно было увидеть учебники о режиме 12 h или режиме 13 h которые были двумя наиболее подходящими режимами для программирования игр ну и жмите паузу и рассматривайте таблицу а я иду дальше как вы заметили ранее к примеру 13 там режиме видео память отображена адресами с а 0 0 0 0 до а f f f f если сказать проще то тут получается только 4 64 килобайта и теперь вопрос у вас может возникнуть как пользуясь этим адресным пространством получить доступ ко всем 256 килобайтам память а как ну все элементарно просто вга это так сказать рай для программистов просто-напросто нужно переключать банки видео память операции записи и чтения маршрутизируются на основе регистра масок который указывает в какой банк следует читать или записывать гениально не так ли думаю программисты того времени были другого мнения по поводу гениальности идем дальше первый режим обычно рассматриваемый для программирования игр это режим 12 из-за требований к пропускной способности этот режим является единственным который работает на частоте 60 герц все остальные работают на частоте 70 герц так вот он предлагает разрешение 640 на 480 при 60 герцах и с 16 цветами смотрим на картинку каждый пиксель кодируется четырьмя битами или это называется полубайтом 4 бита это полубайт и распределяется по четырем банка смотрим дальше чтобы записать цвет первого пикселя разработчик должен записать первый бит полубайта в банк 0 2 в банк 1 3 в банк 2 и 4 в банк 3 затем контроллер лт считывает 4 байта за раз по одному с каждого банка в результате чего на экране появляется 8 пикселей единственное что хорошо в этом режиме это то что он имеет квадратные пиксели соотношение сторон 640 на 480 соответствует 4 к 3 поэтому при выводе на экран данных из буфера кадров не происходит искажений но все остальное плохо а именно первое нет двойного буфера если 640 умножим на 480 и поделим на 2 то получим 153600 байт что составляет более половины 256 килобайт доступной видеопамяти второе высокое разрешение означает больше пикселей что означает больше вычислений и больше рисунков третье 16 цветов сильно ограничили художников игры выбирающие этот режим обычно выглядели гораздо хуже чем игры использующие 256 цветный режим хотя исключением из этого правила является darkseed приключенческая игра разработана и опубликованная компании кибердримс в 1992 году игра имела великолепные визуальные эффекты в 640 на 480 и 16 при 16 цветах и так смотрите на экран слева вверху вы видите как бы выглядела игра вольфенштейн 3d используя этот режим то есть 16 цветов ну а справа внизу это то как она выглядит по-настоящему на в 256 цветном режиме это хватит тратить время на 12 режим поговорим о 13 смотрите на экран режим 13 гораздо более привлекательным потому что он предлагает более низкое разрешение это 320 на 200 и 256 цветов при 70 герцах он также имеет то преимущество что имитирует линейный буфер специальная микросхема под названием chain 4 использует младше 2 бита адреса памяти для автоматического программирования маски и потому что режим 13 предназначался для отображения статических изображений а линейное адресное пространство облегчало разработчикам копирование из оперативной памяти в видео память при записи или чтение значения некого значения в по адресу к в оперативную память chain 4 разбивает адрес на две части первая часть это два младших бита используется для автоматической настройки маски если бит имеет значение 00 то запись идет в банк 0 если 01 то в банк 1 если 10 то в банк 2 если 11 то в банк 3 14 старших битов сдвигаются вправо на два бита и используется в качестве смещения в банке идем дальше смотрите на экран например запись из адреса а bf 13 в озу приведет к записи в банк номер 3 со смещением 2а fc 4 поскольку все это встроено в чейн 4 это дополнительная работа выполняется быстро и совершенно незаметно для пользователя побочным эффектом этого удобного механизма является то что 75 процентов оперативной памяти тратится в пустую поскольку для смещения можно использовать только 14 бит чтобы установить 13 режим нужно было выполнить две инструкции смотрите на экран инструкция int 10 это программное прерывание перехватываемые bios отвечающий за настройку графики bios смотрит регистр а x и настраивает все 50 регистров га в с соответствующим режимом после инициализации в га можно записывать видео память по адресу а 0000 это можно продемонстрировать на этом примере кода этот код который вы видите на экране заполняет экран черным цветом то есть очищает экран 13 режим выглядит немного лучше чем 12 но он все еще слишком ужасен для игр или даже просто для статических изображений и есть две основные причины чтобы сделать такой вывод причина первая микросхема или контроллер чайн 4 использует все адресное пространство и нет возможности использовать двойной буфер причина вторая смотрите на экран поскольку разрешение составляет 320 на 200 соотношение сторон 1 1 и 6 не соответствует соотношению сторон монитора 1 и 33 в результате кадровый буфер хранящийся в видео памяти растягивается при переносе на экран электронно лучевого монитора это может показаться небольшим искажением но довольно проблематично пример с кругом в буфере кадров отображаемым на экране в виде эллипса говорит сам за себя вверху вы видите круг который лежит в буфере кадров а внизу то что получится при передаче и отрисовке его на экран монитора стоит немного сказать о важности двойного буфера двойная буферизация часто упоминалась при описании аппаратного обеспечения но до сих пор мы не рассмотрели ее точнее не рассмотрели почему она имеет первостепенное значение для достижения плавной анимации имея только один буфер программное обеспечение должно работать точно на частоте монитора данном случае 70 герц противном случае возникает явление известной как разрыв смотрите на экран давайте возьмем пример анимации рендеринга круга движущегося слева направо в этом примере центральный процессор закончил запись в буфер кадров слева а электронный луч электронно лучевой трубки справа начал выводить его на экран в этот момент электронный луч вывел половину буфера кадров поэтому круг был частично нарисован на экран если центральный процессор работает быстрее чем частота монитора данном случае 70 герц он может снова записать буфер кадра до завершения вывода его на экран вот что здесь произошло следующий кадр был нарисован с кружком перемещенным вправо электронный луч не знал этого и продолжал выводить данные из буфера кадра результат на экране теперь представляет собой композицию из двух кадров похоже что две рамки были порваны и склеены вместе отсюда и название рвущийся с двумя буферы буферами или же с двойной буферизации центральный процессор может начать запись во второй буфер кадра не вмешиваясь в буфер кадра который сейчас используется для вывода на экран и больше никаких разрывов и неприятностей ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока пока